25 декабря многие из вас присутствовали на открытии этого комплекса. Губернатор действительно знает потребности молодежи и следит за этим. И спасибо ей большое, Валентине Ивановне. Но, к сожалению, она не может лично контролировать все спортивные объекты в городе Писки. Поэтому на стадии строительства все лучшие идеи, которые были относительно паркур-парка, они куда-то делились, превратились в путь. Практически 100% оборудование сейчас находится в непригодном для тренировок состоянии. Сюда должны были переехать в проекты Федерации паркура. Тренировки с теми, кто освободился из Толкинской колонии. Я там с ними занимаюсь. И чтобы не менять тренерский состав, чтобы не менять команду, они были должны продолжать здесь заниматься бесплатно. На сегодняшний день этого сделать нельзя, потому что нас лишили этой возможности. И вот мы призываем этой актной власти все-таки найти виновного, того человека, кто лишил нас этой возможности, кто лишил этих детей возможности. И заставить его за это за все с точки зрения уголовного законодательства ответить. Поэтому покажем, что улица также подходит со льдом. Улица также подходит для тренировок, как и жесть. Тут, в общем-то, условия, дед. Пожалуйста, начнем развинку с бега. Потянулись все в одну сторону. Я был участником строительства нескольких паркур-парков, в том числе в Толкинской воспитательной колонии. Своими руками мы там все устроили. И у меня есть опыт эксплуатации оборудования. Я могу сказать, что то, что здесь, это закуплено самое дешевое оборудование. И с какой-то целью, наверное, еще специально удешевлено. То есть, ну, потому что я покупал у этой же фирмы, которая являлась последним субподрядчиком, вот этот крыль. И он работает уже год. А те же самые конструкции, которые стоят в джетте, при том, что их эксплуатируют намного в более легком режиме. Там все-таки меньше трейсеров, чем в нашем. И через первый день тренировок у нас на открытии сразу произошло разумно. С большим счетом, ваши прыжки сегодня будут посвящены чиновникам, которые написали про воровавшуюся. Можете еще раз расскажите про них? Они посвящены тем людям, кто ответственный за данное качество конструкции. И я лично никого не обвиняю, конечно же, потому что неизвестно кто, но я сто процентов уверен, что это не без человеческого фактора произошло. Мы просили построить нам отдельный спортивный театр для трудной молодежи, для наших всех социальных проектов. Нам предложили органы исполнительной власти в ответ переехать в жесть. Вот мы переехали и что получилось? И причем мы говорили открыто, что мы не своруем. Пожалуйста, дайте нам возможность. Но пока что это возможность отсутствует. Все люди здравы. Мы сделали вид, что есть возможность у людей за два месяца починить это все и посвящены. Но люди этой возможности не восхищены. И моя обязанность как общественника просто эту проблему показать. Не заниматься расследованием этой проблемы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы еще раз призываем, дайте нам построить свое, пожалуйста. Потому что мы это сделаем лучше и не упройдем деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok